Всем привет! В предыдущих видео мы уже с вами поговорили о том, что такое вообще арбитраж трафика, даже изучили основы, необходимые для крутого и быстрого старта в арбитраже. Если вы это еще не смотрели, обязательно смотрите на все на моем канале. Но сегодня я расскажу о том, какие плюсы есть в работе арбитражника. Я человек, который в этой сфере достаточно давно, как бы это по-олдскульному не звучало, такой тертый калач. Я знаю, о чем я говорю. И сегодня я вам расскажу про все плюсы. Поэтому смотри до конца, подписывайся. Погнали! Первый основной плюс — это деньги. На самом деле, важно делать на этом акцент, потому что именно деньги в дальнейшем будут вам давать мотивацию. Я вам это гарантирую. И конкретно в арбитраже трафика не существует как такового потолка роста. В отличие от других сфер бизнеса, где примерно потолок понятия на объем рынка, он все равно ограничен. Рынок онлайн-рекламы не ограничен. Если у вас есть экспертиза, и вы можете привлекать неограниченное количество лидов, и рекламодатели готовы их принимать, то ваш бизнес может расти просто до бесконечных размеров. Все будет зависеть исключительно от вас. Я знаю команды, ну, понятно, что это не один человек, а целые команды, которые зарабатывают по 500 тысяч долларов в месяц и делают это стабильно. И этих людей, в принципе, можно, я думаю, что загуглить в социальных сетях. И это, кстати, не те люди, которые продают курсы. Второй очень крутой плюс, это возможность работать удаленно. Я знаю, есть арбитражники, которые типа топят за офис, там, КПД выше. Но на самом деле, ковид все расставил по своим местам. И те, которые ушли на удаленку, они туда больше не вернулись. И на 98% реально арбитраж это про удаленку. Но, я знаю, очень сложно работать из дома. Там, те, кто об этом сейчас думают, переживают, что КПД упадет. Я тут дам небольшой совет. Точнее, это не то, что совет, это ряд ритуалов, которые помогут вам не терять КПД. Моих лично. Когда ты просыпаешься, нужно обязательно одеваться. Не то, что идешь на работу, там, пиджачок и пошел. Просто одеваться, ну, как будто ты сидишь, пускай, не знаю, там, с кем-то в офисе. Этого будет вполне достаточно. Второе, у тебя должна быть обязательно рабочая зона. Стол, комп, стул. И самое главное, тебе никто не должен беспокоить, там, ворваться с криком. А я пойдем, там, пить, или, там, пап, отвези меня, там, в садик. Это твоя зона, и нужно об этом со всеми договориться, чтобы тебя реально не беспокоили. Это важно. И третье, это ты должен иметь свой график. То есть нельзя встать 12 часов в 3. Если ты работаешь, если ты раньше вставал, ходя в офис, там, не знаю, в 8, так, можно вставать в 9. Этого будет достаточно, но этот график точно должен быть. И с этими ритуалами ваше КПД точно не будет падать. Третье, это то, что эта сфера активно развивается и имеет просто широчайшую географию, равную всему миру. То есть, условно, ты живешь на Бали или в Таиланде, где любят арбитражники жить. Можешь работать с клиентами, условно, в Чили, в Колумбии, то есть из любой точки мира с любыми клиентами. Это на самом деле круто. И абсолютно по всем исследованиям рынок онлайн-продаж каждый год растет. И о чем это говорит? Это говорит о том, что есть рекламодатели, которые нуждаются в клиентах. Именно с этим и может помочь арбитражник. И четвертое, это относительно низкий порог входа. Как и по знаниям, так и по инвестициям. Я вот реально общаюсь с большим количеством арбитражников. И вот нет ни одного арбитражника, который бы закончил, не знаю, там, институт арбитража. Или его папа где-то продвинул, или там деньжат там куда-то отбашлял. Такого не бывает. А есть такое понятие self-made. Это человек, который сделал себя сам. И арбитраж именно про это. Все эти ребята начинали с нуля, без знаний, без денег. И реально добились результата. Именно так это и работает. Я понимаю у многих, насколько не получается. Я прекрасно понимаю, что, возможно, не у всех к этому есть расположение. Потому что арбитраж это сложно. Это аналитика. Нужно тратить время, изучать, общаться. Это сложно. Как и зарабатывать любые другие деньги. Но если люди в это вникают, втекают и от этого кайфуют. Вот тогда получается 100% результат. Вот и на этом, друзья, плюсы арбитража и закончились. Я на самом деле шучу. Ну, это только вершина айсберга. Очень много неочевидных вещей, про которые я вам не рассказал. Из основного это, наверное, сама тусовка. Факт. 95% моих друзей это люди, связанные с арбитражом. Мы и дружим вместе. И работаем вместе. И я еще не рассказывал вам про тусовки арбитражные. Иначе мне просто, я думаю, что YouTube снесет этот выпуск. Но поверьте мне, это ярко. Если вы вольетесь в это, вы с этой иглы вообще не соскочите, я думаю, никогда. Но советую, если вдруг я вас чем-то заинтриговал, вы хотите начать ковыряться в арбитраже, советую начать с партнерочки М1. Это товарная партнерка. Проще всего начинать именно с товарки. Ребята вам обязательно помогут. И если это видео вам зашло, обязательно жми лайк. Подписывайся на мой канал, я буду дальше продолжать снимать выпуски на арбитражные темы. С вами был Денис Логутенко. Всех обнял. Пока.